Группа террористов из 16 человек, задержанных 24 декабря сотрудниками милиции Ожской области, ждет приговора суда. Тем временем следствием устанавливается цепочка совершенных ими преступлений. Во время эксклюзивного интервью нашему корреспонденту Сайкал Султанкуловой задержанные рассказали, зачем они прибыли в Кыргызстан и чей приказ выполняли. На юге Кыргызстана бойцы СОБРа провели спецоперацию по задержанию группы вооруженных людей, которые подозреваются в убийстве местного жителя. Среди арестованных двое граждан Узбекистана, остальные – местные жители. По версии следствия, все они члены религиозно-экстремистского течения Тавхид Ваджихад, который по приказу Амира и Сирии ликвидировали критиковавшего их движение бывшего учителя. Во вторник вечером в Джалабаде неизвестные лица расстреляли Юнуса Абдужалилова, который от полученных ранений скончался по дороге в больницу. Было известно, что убитый раньше работал преподавателем и занимался оказанием частных строительных услуг, а также был членом религиозного движения Ахмадия. Это движение не имеет популярности у населения и постоянно конфликтует с местными салафитами. Поняв, что причинами убийства могут являться религиозные разногласия, правоохранительные органы создали оперативный штаб. Уже на следующий день бойцы СОБРа задержали группу из шести человек, двое из которых граждане Узбекистана, а четверо – киргизы. По данным следствия, убийство было совершено по приказу Амира религиозно-экстремистского течения Тавхид Ваджихад по имени Абусалох. Этот Амир является гражданином Кыргызстана, примкнувший к рядам ИГИЛ в Сирии. Что именно не поделили боевик и бывший учитель, а ныне печник, пока не установлено. Вечером 22 декабря 37-летний житель села Кашхар-Крыштаг Карасуйского района Оржской области Юнус Джан Абдджанрилов вышел на улицу, чтобы побеседовать с соседом, живущим напротив. Через несколько минут к ним подъехал серебристый Мерседес, из которого внезапно по собеседникам начали стрелять из пистолета. Сотрудники милиции установили, что было произведено 12 выстрелов, из которых 9 попали в цель. Абдджанрилов скончался по дороге к больнице. Установлено, что жертвой вооруженного нападения стал член религиозной организации Ахмадия. В считанные минуты РОВД Карасуйского района перешла на повышенную боевую готовность. Был объявлен план перехват под кодовым названием «Сирена» и «Окружение». На всех постах были выставлены вооруженные наряды милиции. Сотрудники милиции получили ориентировку на автомобиль ВАЗ-2106 и «Мерседес». У убитого члена разрешенной в Кыргызстане религиозной организации, печника по профессии и преподавателя по специальности остались жена и четверо детей. Которые схоронились в городе Джалалабад сразу же правоохранителями. В Ожской области были организованы дополнительные группы, которые выехали в соседний регион для захвата злоумышленников. По словам одного из задержанных, который позже сознался в убийстве, Абду Джалилова из Сирии поступил сигнал. Я вот сначала, я какой, сколько человек, какой договор был, я не знаю, просто мне звали, вот этот день. А я пришел, а потом дальше мы разговаривали, вот этот разговор, его пугнуть и поехать. А давно раньше этот план, какой, что, план был, я убивать вообще не хотели, и его просто, людям, чтобы помочь, как бы, не знаю, мы так думали, ну и оказались ошибок. В сентябре 2015 года я работал строителем в Турции. Я познакомился с представителями религиозной организации Тафхид Ваджихад. По прибытии в Кыргызстан, по их просьбе, я снял квартиру. На расходы они мне выслали 100 тысяч сомов. Я встретил людей, которых мне сказали разместить на съемной квартире. 3 декабря я снова выехал в Турцию, чтобы получить дополнительные указания из Сирии. Пробыл там 16 дней. Мне было приказано устранить лидеров Ахмадии. Отец убитого рассказал, что у его сына остались четверо несовершеннолетних детей. Я узнал о том, что мой сын является членом Ахмадии спустя 6 месяцев. Долгое время пытался отговорить его, но он меня переубедил. Он часто говорил, что люди, которые объявили войну Ахмадии, будут задержаны в скором времени. Теперь вот сиротами остались три внучки и один внук. Самая старшая учится в четвертом классе, а младшая всего три с половиной годика. Эти ребята, которые убили моего сына, они не люди. Наверное, они даже не получали должное воспитание с материнским молоком. Вот у них нет никакой пользы для Кыргызстана. Только и умеют нарушать покой мирных граждан. Их надо истреблять, уничтожать. Даже глава нашего государства говорил в своей речи, что борьба с терроризмом должна быть беспощадной. Такие люди, как они, не должны жить в Кыргызстане. Следствие установило, что задержанные также имеют отношение к покушению на другого члена Ахмадии, которое было совершено 17 сентября. Хайтбай Абдуджалилов чудом остался жив после получения серьезных ножевых ранений. Нападение на меня было совершено поздно ночью, примерно в 2 часа. Моя жена разбудила меня и сказала, что кто-то открыл ворота. Когда я выглянул в окно, то увидел, что 4 человека в масках заходят во двор. Жена с ребенком на руках выскочила к ним, попыталась остановить их, но ее ударили по голове тупым предметом. Она упала и потеряла сознание. Когда на меня замахнулись куском железной арматуры, я подставил ногу. От боли я упал. Четыре раза ножом ударили в грудь, потом по голове и колену. Я потерял сознание, очнулся в реанимации. Мне сказали, что я чудом остался жив, потеряв более трех литров крови. Я чудом остался жив, потеряв более трех литров крови. Я почувствовал себя в лесу. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Субтитры сделал DimaTorzok